Привет друзья! Впервые компания ZALA Aero Group показала свое производство дронов и новую версию российских дронов Камикадзе Lancet. Видео опубликовано Александром Рогаткиным. Чтобы не тратить ваше время, расскажем как всегда коротко и только про обнародованные факты. Как видно из видео, дроны Lancet стали производить в огромных масштабах. Речь уже идет о сотнях, а может быть и тысячах дронов. Для расширения производства компания просто купила бывший торговый центр и переоборудовала его под производство дронов. Благодаря этому выпуск дронов Lancet увеличили в 50 раз. Площадь производства 50 тысяч квадратных метров. Дроны Lancet 1 и Lancet 3, к которым мы привыкли, официально называются «Изделие 51 – это большой дрон» и «Изделие 52». Об этом сообщил конструктор дронов Lancet Александр Захаров. На производстве есть тренировочные классы, в них военнослужащих учат запускать дроны Lancet. Но теперь самое интересное – новый дрон Lancet, который официально называется «Изделие 53». К сожалению, ответа на главный вопрос, увеличена ли боевая часть дрона, так и не прозвучало. По моему мнению, дрон стал гораздо массивнее, видно даже по его толщине. Скорее всего, боевая часть стала больше. Теперь новый дрон Lancet оснащен раскладным крылом и размещается в транспортно-пусковом контейнере, откуда и производится запуск. То есть время на подготовку к запуску экономится. Скорее всего, контейнеры с дронами будут устанавливать и на машины. Еще одна главная фишка – дроны могут теперь работать роем. Запускаясь группой, они обмениваются данными и сами ищут цель. По моему мнению, это самое важное. Дроны, работающие роем – это оружие ближайшего будущего, которое нужно развивать. Конструктор сообщил, что дрон практически невозможно перехватить средствами РЭП. Также отмечается, что не страшно, если дрон попадет в руки врага. Дрон программно защищен и использовать его технологии невозможно. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.